Окраина деревни Старая Константиновка. Накануне здесь был сильный пожар. Вот его результат. Огонь полностью уничтожил несколько десятков автомобилей. Зашел в ближайший лес, сильно опалив траву. 3 мая 2022 года, не позднее 4 часов 31 минуты, произошло возгорание грузовых транспортных средств, расположенных в деревне Старая Константиновка. В рамках проведения проверки по данному сообщению был осуществлен выезд следственной оперативной группы. В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия также был осуществлен выезд прокурора Заволжского района города Твери. В ходе проведенного осмотра места происшествия установлено, что огнем повреждено либо полностью уничтожено 42 грузовых автомобиля. Также в ходе осмотра места происшествия были изъяты предметы, имеющие доказательное значение для расследования уголовного дела. Версий возгорания несколько, но даже на первый взгляд наиболее вероятен поджог. Машины располагались на двух сторонах дороги, а некоторые размещались на закрытой автостоянке предприятия, расположенного рядом. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд необходимых экспертиз и, соответственно, какие-либо выводы можно будет сделать после их проведения. Судя по количеству уничтоженных машин, таких, напомним, 42, ущерб, причиненный их владельцу, колоссальный. Очевидцы говорят, что машины сюда ставились на стоянку преимущественно в выходные и праздники. На день пожара выпал праздник. С проведенным осмотром установлено, что данная территория не подлежала охране, также имелся свободный доступ, частично огорожено. Камерами видеонаблюдения данная территория также оснащена не была. Поговорив с обитателями о круге, узнали, машина принадлежала фирме «Созвездие», занимающейся грузовыми перевозками. Кого-либо из руководства этой фирмы на месте встретить не удалось. Официальный владелец техники устанавливается. Следственными органами МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167, расследование которого продолжается и контролируется прокуратурой района. Совсем рядом от места пожара расположены жилые дома. Они от огня не пострадали. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами встанем и песню затянем. Этот импровизированный концерт под окнами одной из многоэтажек в микрорайоне Южный устроили сотрудники регионального следственного комитета. Мы сейчас находимся под окнами нашего ветерана Ольги Георгиевны. Приехали в следственном управлении поздравить ее с этим великим праздником, с годовщиной победы. Решите от сотрудников следственного комитета поздравить вас с наступающим великим праздником победы, желать вам долгих-долгих лет жизни, крепкого здоровья и выразить свою благодарность от всех последующих поколений. Еще вчера Ольга Геннадьевна собиралась выйти к артистам, но накануне почувствовала недомогание, поэтому концерт слушала с балкона. Добрые люди, очень добрые. Не забывают меня, не забывают. Спасибо всем, всем спасибо. Ольга Геннадьевна прошла всю войну. Сейчас, в канун своего 99-летия, живет в окружении большой дружной семьи. Ветераны, дожившие до сегодняшних дней, напоминают нам об этом. Каким должен быть человек, о тех нравственных принципах, которым мы должны быть верны в любых обстоятельствах. Импровизированный концерт собрал многочисленных жильцов дома. Послушать юных исполнителей, а выступают перед ветеранами дети сотрудников следственного управления, вышла даже группа, расположенного рядом детского сада. Каждый год собирается весь двор, чтобы посмотреть на концерт следственного управления, который приезжает поздравлять ветеранов. В этот день сотрудники следственного комитета посетили еще нескольких ветеранов Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. И потому они спешат рассказать подрастающему поколению правду о той кровопролитной войне. Всем-всем я желаю доброго здоровья, крепкого здоровья, всех благ земных, светлого, чистого неба. Чтоб все у них было хорошо, чтоб они были здоровыми, крепкими. И не видели такого страха, как мы пережили. Не видели, чтоб... Не дай бог, не дай бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok